Всем привет, друзья! С вами Андрей, это канал Футбол. Это жизнь, и мы продолжаем нашу карьеру за игрока. Перед началом этого видеоролика хотел бы вам напомнить о том, что у меня есть второй канал, игровой канал РНТ. Ссылочка на него в описании под этим видео, поэтому переходите, подписывайтесь, кому интересны игровые прохождения или летсплей на ютубе. Буду рад, что всех там увидите. Ну что же, сенсация, конечно, произошла. Наш Хавьер Мунис перешел в Валентию. В принципе, это было ожидаемо, потому что он провел хороший полсезона в, так сказать, родной Америке, в Северной Америке. Раз он у нас мексиканец, он все-таки как там, они жили с отцом в Лос-Анджелесе и все такое. Поэтому очень убедительную игру он показывал, поэтому и получил хорошее предложение из Европы, тем более от команды, которое более-менее как-то, ну, конкурирует в испанском чемпионате, тоже борется за высокие места. Давно, конечно, они вроде как вообще не выигрывали ничего, но вроде как Валентия постоянно вот играет в Еврокубках. Для нас это вообще главное, вот этот постоянный опыт, практика именно в этих турнирах. Так, ну что же здесь вообще, в принципе, еще сказать. То, что мы перебрались в Испанию только ради того, чтобы быть поближе к Мадридскому Реалу, ведь, как вы помните, у нас основная цель это вот перейти в Мадридский Реал. Ну что же, у нас 11 номер, я вот давно не снимал карьеру за игрока и не помню, то ли мы сами его взяли, мне кажется, сами, то ли нам автоматически дали 11, но мне кажется, почему-то мы сами его взяли. Так, у нас очередная тренировка. Не знаю, здесь сохранятся или нет, да. В принципе, все задания вот сохранились, вообще замечательно, поэтому мы сейчас их просто будем симулировать. Ну и также я вот сейчас бы посмотрел, чтобы быть немножечко реалистичней, посмотрим, давайте вот по позиции. А здесь, в принципе, смотрю, игроков нету в команде с позиции, как у меня, ЛФА, только есть ПП. ЛП, не знаю, есть или нет, есть. Это Бланка, это Черышев, это Гуэдыш. Если так смотреть, то конкуренция у нас из четырех игроков, но, в принципе, только Гуэдыш может играть, я так понимаю, в старте там. У него 82 рейтинг, у Черышева такой же рейтинг, как у нас. Но я не знаю, мне кажется, тренер должен сделать на нас именно акцент, потому что мы вроде как помоложе, поэтому у нас больше шансов спрогрессировать Бланку, в принципе, вот как мы видим, его и в аренду даже выставили. Поэтому я бы пока что оставался все-таки в Валенте, а так бы, если бы там было, например, вот у Черышева там 78 рейтинг, к примеру, то есть я был бы третьим игроком на этой позиции, я бы попросил, чтобы меня отдали в аренду, чтобы хоть какую-то практику получал, чтобы так немножко реалистично было. Ну а так, посмотрим, что у нас выйдет. Пока что мы, естественно, в запасе, как вы видите, по доверию тренера, но еще время, в принципе, есть. Я не знаю, будет ли там Валенте участвовать в предсезонном каком-то турнире, но, как я вижу, нет. Сразу здесь уже будет у нас старт чемпионата. Так, ну, кстати, вот такие вот интересные трансеры. Николя Пепе переходит из Арсенала в Атлетико Мадрид. Поэтому вот к нам в испанский чемпионат этот игрок перебрался, будет интересно на него посмотреть. Так, ну мы, в принципе, из-за наших тренировок успешных уже заработали себе место в стартом составе. Поэтому главное, чтобы никаких там травм у нас не было. Все так же мы бы и продолжали наши вот тренировки и путь в Мадридский Реал. Здесь нам предлагали, кстати, реверт плейд. Я не выставлен никуда на трансфер, то есть команда сама предложила мне. А я не понял, а почему Валентия-то мне еще контракт этот дает? Мне казалось, если я им нужен, то они должны отклонять эти предложения и не давать даже мне начинать переговоры с другими командами. Ну вот, они мне решили слить в реверт плейд. Вот, там 6800. 6800 я бы получал. А сколько я сейчас получаю, мне вот интересно? А я в 8 получаю, то есть это еще и на понижение зарплаты. Я, в принципе, ну не собираюсь уходить в другую команду. Мне зачем, если я перешел в 16 лет в испанскую команду. Зачем мне возвращаться, тем более не в свою страну, более-менее на другой тоже такой вот континент. Там Южная Америка, в Аргентину. Я не вижу смысла. Может быть, там, если что-то и вы захотите увидеть действительно долгую эту карьеру, может быть, мы бы там бы в конце перешли. 29 миллионов 900 тысяч предлагал за меня реверт плейд. Коман, кстати, перешел с Баварию в Арсенал. Вот, они, наверное, продали Николя Пепе и решили подписать Комана. Так, ну а если и правда, давайте попробуем, почему бы и нет. Выставим нас не на трансфер, а в аренду. Потому что, ну правда, вдруг там, вот, как мы знаем, есть один очень хороший пример. Это Ньяки Уильямс из Атлетика Бильбао. Он играет там, я не знаю, уже 180 матчей подряд. Выходит в стартовом составе вроде как. Вот, поэтому я не знаю, если Гуэддыш прям в такой хорошей форме будет, он, в принципе, так ключевой. Поэтому я бы попросил, чтобы меня в аренду отдали. Потому что сам понимаю, что 76 рейтинг не уровень прям в Валенсии. Вот вообще, если там есть Гуэддыш, мне надо хотя бы там, я не знаю, 79 рейтинг иметь, 80. Тогда да, давайте попробуем, чтобы меня выставили в аренду. Вот, сейчас посмотрим, что тут. Тренер, в принципе, со мной согласен. У нас, кстати, тренер Хосе Бардалас Хименес. Вот, поэтому сейчас попробуем. Почему бы и нет? Тоже интересно посмотреть, какие команды заинтересованы, чтобы взять меня в аренду. Вдруг там действительно такое и будет, что топовая, хорошая, интересная команда. Мы, кстати, 14 уровень получили. Тот же Сауль, к примеру, из Атлетика Мадрид, перешел в Челси в аренду. То есть, вдруг мы на таком же вот уровне бы смогли в какую-нибудь команду бы другую перейти. Так, я там видел, у меня с ударами немножечко проблема. Я не знаю, даже вот это, наверное, нам надо прокачать. Вот. Завершение и удары с лета. Вот. Рейтинг уже 77-й стал. То есть, мы обогнали Дениса Черышева. Вот. Теперь у нас только впереди Гуэддэш с рейтингом 82. А там почему-то у меня, кстати, общий... Почему только там у меня был 77-й, здесь 76-й. Вот, здесь 77 горит, там 76. Странно, конечно. Предложение аренды пришло. Так. Лиганес. Ну, нет, это не то. Это вообще не то. Не та команда, в которую я бы прям бы хотел. Давайте еще подождем. Так, очередная Циара вообще. Я не знаю, откуда такие команды берутся. Где, ну, к примеру, почему бы я бы не хотел взять Мадридский Реал, я не понимаю. Они же любят молодых там игроков, где за рубежом где-то они поназабивали. Тот же Родриго, Венисиус. Поэтому я не знаю, почему не хотят они меня взять даже в аренду. Там уже ладно, без права выкупа. Форталезы какие-то вот. Вот, серьезно, самая нормальная команда, которую вот предложил, это Лиганес пока что. Я не знаю, они, наверное, там во втором, правда, испанском чемпионате играют. Но не суть. Так, очередное предложение Сантос Лагуна. Мне куда-то вот постоянно хотят вот на Родину вернуть. И это мне не нравится. Так, а, кстати, я что-то не посмотрел. Так, так, так. Участвует ли Валенсия в каких-нибудь квалификациях? Там, я не знаю, может быть в Лиге Чемпионов, либо в Лиге Европы. Потому что, ну, в принципе, у нас никаких матчей нет. Поэтому, мне кажется, либо мы все-таки, наверное, в Лигу Европы попадем, вряд ли там в Лигу Чемпионов. Потому что, если бы мы заняли четвертое место, нам бы, в принципе, квалификацию какую-то проходить. Но так, я вам показал наш календарь. То есть, вот, у нас начинаются уже сразу манчи Чемпионата. Так, что тут? Предложений пока-же никаких нет. Я, в принципе, тренируюсь, все очень хорошо. И у меня полосочка в стартовом составе. То есть, я, скорее всего, с Хитафи выйду в старте. Поэтому это вообще супер. Наш дебют еще будет. Ну, а так, никакие больше команды мне не предлагают. Вот, еще одна Колон. Колон, наверное, раз там ударение так стоит. Ну, нет. Я бы еще подумал, если действительно в Европейскую какую-то команду переходить. Вот, к примеру, Лиганес. Но не тот уровень, прям, для меня. Так, ну, мы действительно в старте. Домашняя у нас игра. Хосе Бардалас нам доверяет место в стартовом составе. Ну, и вот так вот выглядит наш состав. Сильсен-Аворотов, Манафа, Алдеретте, Паулиста. Кстати, Паулиста самый высокорейтинговый игрок у нас в команде, я посмотрел. А, нет, Солер уже 83-й. Поэтому давайте тоже посмотрим. Я, к примеру, готов выставить себя на трансфер. Прямо чисто уходить, как только. У меня будет рейтинг выше всех в команде. То есть, по факту, что я перерасту команду. Вот, Солер здесь, я так понимаю, прокачался в рейтинге. Был вроде тоже 82-й. Поэтому вот, нам надо 84-й рейтинг, как минимум, если его не продадут. И мы будем тогда запрашивать на трансфер, уходить из команды. Поэтому посмотрим. Так, ну, что дальше-то по составу. Солер у нас с капитанской повязкой. Вас, Закария, кстати, из Баруси Минхенгалатбах он у нас. Он у Чау и Гомес. Вот. У них, вижу, у Хамдалаха, таких Иглесиас. Кстати, почему-то он справа в защите играет странно. Ну, да ладно. Давайте будем начинать. Итак, ну что же, все. Внимание приковано к нам. Мы дебютируем впервые в топ-5 европейских лиг. И сразу за Валенсию. И сразу в испанском чемпионате. То есть, нет бы там начать, знаете, с французского какого-нибудь чемпионата. Потому что они сейчас занимают, в принципе, топ-6. Французский сейчас чемпионат, там пятерка вроде португальская лига. Но в любом случае. Но мы сразу вот так вот скакнули во вторую по значимости лигу Европы. Вот. Это Испания на первом месте. Все-таки там Англия вроде как идет. Поэтому вот. Давайте попробуем оценку не ниже 7-5 получить. Мне кажется, нам надо посмотреть еще и переделать позицию. Потому что у меня она как стоит левый форвард атакующий. Левый фланговый атакующий. И все такое. А вот. Но я бы поставил ЛП. Потому что здесь все-таки позиция. Не знаю, даст что-то это или нет. Так. Он у Чао. И вот замечательно, как мы сейчас продвигаемся. В центр еще отдали. Так. Ну здесь я не знаю, на меня наверное передачу хотели отдать. Не вышло. Так неплохо. На Ануча отыграли. Манафа здесь. Я прям забегал. Никто не смог мне сейчас выдать передачу. И вот неплохой вроде как момент. Нет. Накрутить все равно не получилось. То есть у нас дриблинг там кстати хороший. Для позиции левого вингера. И неплохо сейчас Закария меня находит этим пасом. Мы входим в штрафную и пробьем. Ну. Неплохой конечно удар. Но не точный вообще. Ух какая передача здесь до нас дошла. Без офсайда. Причем мы еще. Ну. Получше бы там бы распорядились. Было бы опаснее. Закария. Супер. Маркос Андре отдает на меня. Мы уже входим в штрафную. Скатываем под Закарию. Удар какой. Ну просто вот в полотничком пробили. Ну и уходим. С поля. Со счетом 0-0. Победить к сожалению не получилось для нас в дебютной игре. Моментами вроде как неплохо я себя показывал. Удары наносил. Но. К сожалению победить. Вот не получилось. Лучшим игроком стал Паулис. Это 7-6 он оценку получил у меня. Сейчас так показали. Что я больше наверное на позиции даже форварда наиграл. Но я в принципе концовку то на этой позиции и играл. Так. Ну и по результатам матча мы только рейтинг не выполнили. Вот нам надо было 7-5. У нас в принципе 56% владения мячом было у команды. Ну и мы не проиграли. Так. Ну про нас написали статейку. Хавер Мунис дебют. Хавер Мунис провел прекрасный дебютный матч. Когда его покупали ожидания были высоки. Однако игрок довольно долго ждал шанса проявить себя. Зато дождавшись использовал его на все 100. Показав зрелую и собранную игру. Теперь болельщики ждут что Хавер Мунис будет появляться в составе команды регулярно. Сам же игрок уверяет что никуда не торопится. Тренер знает как лучше. А я тренеру доверяю. Я еще только нахожу свою игру. Но сегодня было неплохое начало. Заявил он после матча. В принципе я вот не сильно тут согласен конечно. Мне показалось я вообще блеклую игру показал. Но игра думает иначе. Так очередное предложение по аренде. Вот уже Уэско нам предлагает. То есть Леганес, Уэско. Две европейские вроде единственная команда. Остальные я вообще не знаю. Но это вроде из Северной Америки, Южной. Там вот эти вот команды мне все таки предлагали. Пока что я вот не готов менять команду прям так. Если бы хорошее действительно предложило. На один сезон я бы с удовольствием бы пошел. Но так у нас сейчас выездная игра против Гранады. Вот. Я не знаю как они там правда сыграли. Но идут сейчас на 17 строчки ниже нас. Проиграли со счетом 3-1. Так ну мы снова в старте. Состав у нас я так смотрю в принципе вообще не изменился. Абсолютно те же футболисты. Но постараемся. Все таки Гранады наверное там пониже уровнем чем Хитафи. Поэтому поехали. Ну что же мы на стадионе. Estadio Nueva Los Carmenes. Гранада принимает Валенсию в рамках второго тура чемпионата Испании. La Liga Santander. Теперь у нас вот такая вот серенькая форма. Так 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 так. Ну здесь снова какие-то сложные задания дают. Поэтому выберу оценку. Anu Chao. Неплохую передачу на меня отдает. Я пошел на таком ускорении. Смещаюсь в центр. И пробить бы. И пробить бы. И отлично. Хороший удар. 18 минута. Рискнул. Почему бы и нет. Так отлично. Здесь вынос плохой у вратаря вышел. И 1-0. Отлично. 21 минута. Ваз забивает. Здесь я в принципе тоже там запрашивал передачу. На меня Ваз уже не отдал. Решил сам пробить. Но главное что мы забили. Выходим вперед на выезде. Ну и теперь. Как-то по раскрепощению. Наверное будет выглядеть. Наши атаки. Ну и постараюсь я теперь уже. Больше игры на себя брать. Раз мы все таки ведем в счете. Пошли уже на ускорение. Не знаю здесь подавать. Либо передачу тоненькую. А может быть и самому пробить. Хороший конечно момент был. Много мыслей сейчас было в голове. Но решился все таки на этот удар. Ну и вратарь отбивает. И подачу интересную сделали. Ох какой сейчас хороший момент был. Не точно. Прям немножко не хватило нам завершения. Прям. Ну и здесь как-то даже на полурывке сделал этот удар. Ну вот как-то так. Мунис отлично. И пробить бы. И пробить бы это 1-0. Как сейчас просто мы шикарно раскачали. 63-я минута. Мунис забивает. Свой первый гол. В большом таком европейском чемпионате. За Валенсию. На выезде против Гранады. С левой ноги. Причем с нерабочей. Очень хорошо сейчас раскачали оборону. Смотрим еще раз повтор этого гола. Качнули. Ну там и вратарь как-то тоже. Он вроде дотронулся до мяча. Но вытащить уже не смог. Так. Так. Да, какое-то микро касание в любом случае было. Но вот, тренер нами доволен. Наш первый гол во втором матче. Замечательно. Так, а вот и Гуэддыш, кстати, вышел. Ему отдали капитанскую повязку. Позицию я вроде не меняю. Все так же я слева. Так, ну и шикарная передача, без офсайдна. Проходим. И пробьем, но нет. На второй гол, наверное, пока что бы не наиграли. Да и сильно жирно бы было, но все равно момент очень хороший у нас возник. Посильнее бы, просто силу удара бы нам бы прокачать было бы намного лучше. И все, финальный свисток. 2-0. Уверенная выездная победа. Дэни Алваз, Хавьер Мунес принесли первые три очка Валенсии в этом сезоне. Ну и, в принципе, я видел свою оценку за этот матч. 10-0 я получил. Поэтому я надеюсь, что именно я стану игроком матча. Посмотрим, что у нас, в принципе, здесь по оценкам. Очень много, кстати, ударов. Вы просто посмотрите, сколько. Просто жесть. 14,5 километров мы, кстати, пробежали за этот матч. Так, ну да, действительно, я игрок матча. Анучао отдал голевую передачу. Также, ну, в принципе, Тайвасу, мне кажется, надо было отдавать. У него гол плюс пас. У меня просто первый гол. Но, наверное, в принципе, очень хорошо я созидал в атаке. Поэтому и получил заслуженную награду. Так, ну да. Вот она моя статуэточка. Абсолютно заслуженная. Так, сделай здесь только рейтинг матча. Не забил ни одного гола за штрафной. И, в принципе, ни один перехват на половине соперника я не отдал. Поэтому, ну, вот так. Так, очередную статейку про нас написали. Хавир Муниес блистает. Когда Хавир Муниес появился в клубе, от него ждали больших свершений. Однако ему понадобилось время на адаптацию. Сегодня он был вознагражден за упорную работу и доверие тренера. Он забил гол и заслужил звание игрока матча. Зрители провожали спортсмена с поля, скандируя его имя. Было невероятно слышать, как болельщики скандируют твое имя, говорит Хавир Муниес. Они знают, как много для меня это значит. Эмоции просто захлестывают. Ну, вот так вот. То есть, в принципе, я вижу, что мы уже так отобрали место у Гонсала Гуэдеша. Но все равно в аренду я бы пока что себя не убирал из этого списка. Буду ждать предложения. Игроки, кстати, отправятся в сборные. Солер в Испанию. Череша в Россию. Гуэдеш в Португалию. Силасон в Голландию. Мусах в США. Паулисто в Бразилию. Калабрия в Италию. И вас в Данию. Ну, я тоже, кстати, жду приглашения в сборную Мексики. Почему бы и нет. Вот. Так, ну и состав абсолютно такой же. Опять же говорю. Кстати, вроде Калабрии только Латто справа играет. А так все абсолютно идентичное. Валенсия против Депортива Алавеса. Поехали. Итак, третий тур. Мы на Эстадиуме Сталья. Валенсия против Депортива. Но нам осталось только за Валенсию забить на домашнем стадионе. Мне кажется, вот это тоже мечта. При родных болельщиках. Там прыгнуть на трибуну. Поэтому давайте вот два удара я для оценку. Давайте лучше оценку попробуем. Вот. Поэтому надеемся, что сегодня у нас тоже получится победить. Все-таки домашнюю победу нам тоже надо наконец-то добыть. С Хитафи мы сыграли в ничью здесь 0-0. И вот только на выезде нам получилось победить. Так что надо и первую победу в сезоне дома добыть. Отлично. Выиграем здесь вверх сейчас. Так, очередной перехват. И мы пропускаем. На 33-й минуте Сила забивает за Депортива. Ну и первый гол в своем дебютном матче в этом сезоне забило. Какая хорошая сейчас передача. И вырвали мы ее. Супер. И отлично. Это голевая передача. Мы сравниваем счет. Буквально через три минуты. На Анучау мы отдали. Сальтушки здесь он выкручивает. Ну и первый голевой пас. Первое. В принципе результативное действие. Ну здесь просто поборолись. Вот в этом таком... Даже единоборства-то там не было. Просто как-то опередили соперника. Ну и первое результативное действие за Валенцию на домашнем стадионе. Вообще замечательно. Отлично здесь разобрались. С защитником будем сейчас в штрафную входить. Супер. И в ближний. И в ближний. И это 2-1. Просто сделали мы сегодня игру. Гол плюс пас. Супер. А ведь проигрывали. Валевая может быть сейчас победа у Валенсии. Ну и просто замечательно. Болельщики ликуют. Болельщики ликуют. Здесь мы тоже все шикарно в принципе-то сделали. Ушли от защитников. Пробили в ближний. Но тут в принципе голкипер мог спасать. Не вышло. И наш второй уже гол за Валенсию в третьем матче. Гомес шикарную передачу на меня отдает. Надо дубль забивать, мне кажется. Нет, не получилось. Будет угловой. Но атака была очень хорошая. Какая распасовка сейчас пошла. Супер, а? Нет, ну вот забить не получилось. То я в ближний думал, то в дальний пробить. Там и защитники вообще везде были. И подавать. И только подавать. Ну будет угловой очередной. Зарабатываем. Ух, какой голешник я забил сейчас. 90-я минута матча. Делаю дубль свой первый за Валенсию. Но каким ударом. Просто сейчас надо это смотреть с повторов. Только с повторов. Все, я просто сделал эту игру. Отдал голевую. Мы сравняли счет. И благодаря моим двум забитым мячам. Мы еще и выигрываем. Посмотрите. Из-за штрафной. В дальнюю 9. Ну просто шикарный гол. Но если там и не в девятку. Все равно гол-то красивый. Главное, что получилось нам такое чудо забить. И все. Финальный свисток. Уверенная домашняя победа. Хоть и проигрывали по ходу матча 1-0. Но смогли все-таки найти в себе силы. До перерыва сразу же буквально сравняли счет. Но во втором тайме просто блистали мы в атаке. Наш дубль. И голевая приносит нам сегодня победу. И первые 3 очка Валенсии на домашнем стадионе. Ну естественно игрок матча у меня. 2 гола, 1 голевая передача. Так. Все мы в принципе сделали. Кроме перехватов. Очередное звание игрока матча я получаю. Вот. 4 удара по воротам нанес. Оценку тоже получил. 10-0. 1 только перехват сделал. Вот. Ну и у нас 15 уровень. 6 очков навыков нам дали. Поэтому сейчас я буду прокачиваться. Чтобы у меня был уже 77 рейтинг. Я наверное только вот. А сколько здесь вот короткие пасы. Давайте единичку так вкачаю. Так. Я даже не знаю штрафные ли мне качать. Или пенальти. Правда. Давайте вот так сделаю. И вот так. Все. По чуть-чуть. Туда-сюда. Вот. Рейтинг общий уже 77. Замечательно. Все-таки теперь уже точно 77. Прокачали мы его. Ну и все супер. Так. Очередная статья. Мунис отметился дважды. Клуб Валенсии выиграл у клуба Алавес. Все замечательно. Так. Валенсии ликует. Клубу присоединяется Лук МБТ. 17-летний центральный защитник из Англии. Так. Откуда мы его вообще забрали? Из Манчестер Сити кстати. За миллион. Ну. На будущее наверное. Так. Ну и у нас конец сегодня. Летнего трансферного окна. Я сейчас в принципе надеюсь на то что. Какое-нибудь интересное предложение мы получим. Так. А я не понял. Валенсия нигде не будет участвовать. Не в лиге конференций. Не в лиге Европы что ли. Серьезно. Лига чемпионов. Смотрим. Челси, Интер, Порту, Бешикташ. Бавария, Барселона, Милан, Брюги. Реал, Аталанта, Лиль, Хайджук, Сплит. Манчестер Сити, Лейпциг, Монако, РБ, Зальцбург. Атлетико, Мадрид, Баруси, Аяк, Спартак. Ливерпуль, Сивилия, Вольфбург, ЦСКА. Пассажири, Валериал, Шахтер, Локомотив. Манчестер, Юнайтед, Ювентус, Спортинг и Рейнджерс. Идем дальше. Но это Лига Европы. Давайте, может быть, Лига Конференции мы все-таки как-то попадем. Сельта, Динамо, Пакас Феррера, Хиберниан. Рома, Витес, Мельде, Сент-Джонсон. Трабзонспор, Базель, Ласк, Унивия, Кравковья. Бенфика, Паук, Аркус, Аустрия, Виена. Унион, Берлин, Роял, Антверп. Тоттенхэм, Панатянайкес, Копенгаген, Валеренга, Футбол. Фейнорд, Генг, Штурмграсс, Бухинмиан. Рын, Севаспорн, Лузерн, Рендерс. Вы серьезно, Валенсия ни в каком Еврокубке не будет в этом сезоне участвовать? Это почему так-то тут? Вот серьезно, вы посмотрите, все уже, ну, турниры, там, групповые этапы есть. Ни одного матча у нас здесь нет. Значит, будем концентрироваться только на чемпионате, на кубке. Значит, рано нам еще участвовать в Еврокубках. Так, Валенсию буду мне сейчас найти, я не знаю, я там, в принципе-то, есть или нет. В списочке в каком-нибудь, что меня вот приобрели. Нет, кстати, нет. Торган Азар перешел в Арсенал, там что-то Арсенал прям очень много игроков скупает. Так, предложение аренды. В Леон. Ладно бы в Леон, я бы перешел. Но за границу, в такую дальнюю, прям уже на другой континент я, наверное, возвращаться не буду. Вот и в Европе я бы остался. Так, очередное предложение снова в Аргентину. Индепедиенте нам предлагает, мы отклоняем. Ну, где европейские-то предложения? Левый, форвард, атакующий. Рейтинг 77, 16 лет, парни. Ну, почему-то никаких предложений хороших нет. Вот, Уэско, Леганес, там, или кто, я не помню, вроде, да, и все. Так, ну и последние 3 часа у нас уже остались. Предложений я пока что вот не получаю. Ну и все, это последний наш шанс сейчас. Последний час. И тишина. Значит, мы остаемся как минимум до зимы в Валенсии. Там уже будет видно. Так, а что там, кстати, по игрокам недели? Я что-то не посмотрел. Хавер Муни, естественно, есть. Вообще замечательно. Надо было еще нам посмотреть, сколько раз я, в принципе, может, уже третий раз в Валенсии получаю. Не понял, почему команда... Это прошлый, я так понимаю, сезон. Да. Прошлый сезон. Потому что я, в принципе же, начинал с зимы. И у меня сейчас идет этот сезон. Ну, 21-22. Поэтому вот. Вот такая у меня пока что статистика за Валенсию. Два игрока матча. Я не знаю, сколько я получил игрока в неделе. Наверное, тоже два. Но не игрок месяца я уж точно, потому что еще месяц первый, так сказать, не закончится. Сейчас мы узнаем. Может быть, и стану, кто знает. Так, у нас сентябрь. Вот, кандидаты. Давайте посмотрим. Да, я есть. Еще и тут Пареха. Какой-то чувачок из Хитафи. Хамдалах. И Ануча у нас. Поэтому я надеюсь, что все-таки... Там все-таки вырусь я. Так, что у нас по бомбардирской, в принципе, гонке? Есть Пуадо из Испаньола. Он четыре мяча за три матча забил. Ну и я. За три игры. Три мяча. Вообще супер. Так, ну и ждем. Я не знаю, там какое. Четвертое, пятое число. Где-то там объявляют. И... Нет. Еще ничего не объявили. Почему-то долго очень. Когда будет известно-то? Отлично. Первые три матча за Валенцию ему уже игроки месяца. С первой попытки в августе сразу же. Это, ну, просто супер. Замечательно. Жалко к рейтингу вот эти вот награды. Ничего нам не дают. Вот. И я получается... Опа. Еще предложение аренды для меня. Алимерия. Вот еще интересный вариант. Тут уже и зарплату нам побольше предлагают, наверное, из-за рейтинга. Но мы все равно отклоняем. Я бы действительно в хорошую команду мне дайте предложение. Не дают. Так. Так, 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 так. Валенсия. Вот. Два раза я был в игроке месяце. Но нифига это один. Я один раз был в Лос-Анджелесе FC. И один раз вот в Валенсии. Так. Очередное предложение. В Сантос. Ну, было бы интересно, конечно, туда перейти. Если бы я и начинал оттуда карьеру по стопам Неймара, там, примерно, Пеле. Но нет. Как-то нет. Атлетико. Правильно, наверное, прочитал. PR. Вот. Такое еще клуб нам предлагает. Почему? Из-за того, что я мексиканец, что ли, мне предлагают вот такие команды. Я не знаю. Я в Европе сейчас. Я бы хотел тут остаться. Но тоже на уровне каком-то определенном. Так. Что у нас, в принципе, по клубным сообщениям? Так. Ну, это предложение все по аренде, по аренде. Тут одни только новости про меня. Сейчас клубные. Что вот аренды. Игрок месяца. Вот. Как-то так. Что у нас сейчас, в принципе, происходит в чемпионате? Там они уже, многие сыграли по 4 матча. У нас пока же 3. Но если мы сегодня, кстати, выигрываем, у нас будет 10 очков. И мы можем попасть там на третью, наверное, строчку. Сейчас посмотрим. Да. На третью строчку. То есть, там, вели Реал, 4 матча из 4 пока что выигрывает. Вот. Реал, Мальорка. Пока что вот 3 победы, 1 ничья. Но Табарса, кстати, уже успела свой первый матч там один проиграть. Ну, что же. У нас выездная игра против Асасуны. Они идут на 19-й строчке. Поэтому есть все шансы забить очередные голы. Поэтому посмотрим. Состав у нас все такой же боевой. Поехали. Итак, Иви Лейн. Не лицензионный, конечно, стадион. Но Асасуна принимает Валентию. В рамках четвертого тура чемпионата Испании. Сейчас у нас пока что 3 гола. Плюс одна голевая за 3 игры. Вообще замечательно. Так. Здесь какие-то задания. Не знаю, получится или нет. Все-таки мне их выполнить. Поэтому лучше будем брать оценку. В тех матчах, которых я просто не уверен. Вдруг Асасуна включится и будет доминировать всю игру. Ну и 1-0. Замечательно. Уже 8-ая минута. А ну Чао выводит нас вперед с голевой передачи от ВАСа. И какой удар, а? Я думал, вряд ли получится. Там прям защитник стоял. Но нет. Все супер у нас вышло. 2-0 уже. 15-ая минута. Неплохо получилось. Ну тоже тут с таким, знаете ли, рикошетиком сейчас посмотрел. Вот вратаря. То есть он так немножечко подкорректировал. То есть это тот случай, когда бил по центру, а попал в девятку. Муниеса. Отлично сейчас. Пробросил так для себя мяч вперед. Прокрутил. Отлично. И дальше проходит. Ну и это голевая. Возможно, Ману Вальяха есть. Голевая передача, которую от нас и требовал сегодня наш главный тренер. Мы это выполнили. Наша вторая уже голевая передача за Валенсию. Ну и шикарный матч мы сегодня проводим. Гол плюс пас. Здесь просто филигранно вывели партнера на атакующую позицию. И все. 3-0. Громим Асасуна. ВАЗ отдает на меня передачу. Сил, конечно, маловато. Но можно вот так пробить, рискнуть. И все-таки Ану Ачу, а не Ану Чау, Ану Ачу забивает. Хороший у меня удар, конечно, был. Сейчас в штангу попал. Можно было как-то и поточнее, наверное. Но я думаю, что все-таки я вдруг бы залетел так мяч от вратаря, но нет. Хорошая передача. Сами вот прям подключаемся отлично. Еще и хорошую передачу на нас выдали. А мы на голевую. А мы на голевую. Это Ману Вальеха. Наша вторая голевая сегодня. Но грех было здесь просто не наградить партнера. Вот так вот хорошо он открывался. Один. Одинешник. Я подумал, давайте лучше голевую отдадим. Все-таки мы вингеры. Поэтому у меня как бы основная задача не забивать больше. А, наверное, созидать в атаке. Вот. Отличная голевая передача. На весиком таким выдали. Ну, а Вальеха тоже шикарно влился. В игру. Только вышел и тоже дубль забил. И все. Финальный слисток. Валенсия разгромила Асасуна на выезде. Один гол у меня получилось забить. Но две голевые получилось отдать. Вообще шикарный матч мы провели. Не знаю сейчас, правда. Много хороших игроков сейчас и мы. Гол плюс две голевые. И Ануачу дубль забил. И вот. Я не помню, как его Гомес или... Забыл уже действительно, как его зовут. Нападающего выпустили, на котором мы две голевые отдали. Тоже дубль забил. Поэтому посмотрим сейчас, кто станет игроком матча. Встали мы. Действительно, у нас гол и две голевые. Вот Ануачу. Вальеха забил два мяча. И также Вас отдал голевую передачу. Получается, наверное, на меня. И также еще вот Гомес. Вот, которого заменили. Ну что же, очередная у нас статуэтка. За очередной хороший матч. Реализация. Что с реализацией там по процентам, да? 25 точности у нас. Надо было 60 процентов. Удары и голы. Но только у нас 25. Много били. Мало попадали. Всего лишь вот только один гол. Так. Очередная статья. Так. Куда она делась? Только что видел. Было сейчас написано. Но на записи даже видно будет, что Валенсия видит нового талисмана. Тыры-пыры. Ну, что-то вот куда-то делась, к сожалению. У нас сейчас, кстати, будет игра против Мадридского Реала. Очень даже опасная. Потому что первый такой серьезный для нас соперник. Играем еще и дома. Поэтому очень важная игра. Валенсия против Реала. Борьба за, я не знаю даже за какую строчку. Наверное, за вторую. Потому что мы ее как бы делим сейчас вместе с Реалом и Малеркой. Поэтому будет очень обидно потерять очки. Никакие больше предложения нам пока что не присылают. Но, кстати, можем посмотреть. Я лучший бомбардир сейчас Ла Лиги. У меня 4 гола в 4 матчах. Почти лучший ассистент. 3 голевые в 4 матчах. Там кросс каждый матч практически по голевой выдает. Поэтому надо где-то, наверное, стараться и голы забивать, и голевые. Чтобы везде быть вот лучшим. Состав на ваших экранах у Реала. Почему-то некоторые игроки подуставшие, наверное, недавно только играли. А может быть там и Лига Чемпионов. Поэтому поехали. Итак, стадиом Мистала. Валенсия против Реала. Так, что у нас здесь? Дело 10 передач. Давайте лучше вот 10 передач. На оценку я рассчитывать не буду. Тем более с Реалом. Поэтому вот пасоваться это мы любим. Поэтому будем как-нибудь стараться. Я не знаю, не проиграть, наверное, уж точно Реалу. Бензема. Ну и 1-0. 23-я минута. Карим Бензема выводит Реал вперед. Ну вот как-то так. Забивает, кстати, свой первый гол в пяти турах. Так, мы с мячом. Ануачу. Как-то не пытается где-то опасно забежать. У меня вот получается хорошую передачу. И... Нет, голевой даже нету сейчас пока что. Закария выигрывает вверх. А я забиваю в ворота Мадридского Реала. В том клубе играл мой отец. Поэтому праздновать я гол этот не буду. Но забил очень действительно важный гол. Сразу же с первой попытки и в ворота Мадридского Реала. Ну шикарно. Просто. В дальнюю 9. Вы просто посмотрите. Еще тут раскачали Васкиса вроде возле ворот. Ну и пробили просто замечательно. 1-1. На Местали. Валенсия сравнивает счет. На 8-6 минуте в концовке сравняли. Замечательно. И все. Финальный сысток. Ничья у нас 1-1. Получилось у Хавьера Муниаса забить команде. Наверное за которую он действительно все-таки болеет. Это его любимая команда. Отобрал у нее очки. В первом же таком вот очном матче. И вот сейчас Муниас общается с Иско. Наверное испанец предлагает. В следующем трансферном окне перейти в Реал. Ну посмотрите да. На этой отметке в самую девятку. В притирку с крестовиной мы пробили. Замечательно. Так. Ну и звание игрока матча получаю я. Не игрок Реала кстати. Что для меня странно. Там Бензема ну 8-8 оценку получил. Я 9-1. Поэтому здесь абсолютно заслуженно. Так. Ну а кстати по матчу мы выполнили абсолютно все. И рейтинг сделали. Ну дополнительную задачу только не получилось. Вот 14 передач у нас. И как раз ровно 2 удара по воротам. Ну что же. Очередная статья. Муниас забивает в концовке. И огорчает клуб Реал Мадрид. Ну замечательно. Замечательно. Валенси играет 1-1. И продолжает беспроигрышную серию. Лучший бомбардир. Это про меня. Вот замечательно. 5 матчей. 5 голов. Голы за матч. Ну ровно 1 так сказать. Средняя оценка в матче 9-2. Голевые передачи 3. Поэтому вот так вот. Почему-то в мировых это пишут. Вот они в клубе. Вот это тоже странно. Варди должен сыграть великолепно. А он перешел кстати в мадридский Реал. Вот так вот. Там по мне предложений мне кажется вообще еще пока что никаких по аренде. Тоже вот кстати обидно. Ну и 2 последних у нас матча на сегодня. Очень трудные. Конечно это Сивили и Атлетик Бильбао. Мы сейчас кстати идем на третьей строчке. У нас так сказать матч в запасе. Если выиграем то можем обогнать Хитафи. Вот. Но выездная все-таки игра против Сивили на Рамон Санчес Писхуан. Поэтому мы посмотрим. Состав абсолютно такой же боевой. Поехали. Ну что же. Вот такой перформанс приготовили болельщики Сивили. Это на всех таких интересных и важных наверное матчах. Все. Рамон Санчес Писхуан. Шестой уже тур. Сивили против Валенсии. Очень хорошо мы себя показали на старте Ла Лиги. Так. И что у нас здесь. Навесы вряд ли я сделаю. Так что наверное оценку будем брать. Дополнительной задачей. В интересной. Вроде в такой форме мы еще кстати не играли. Но. Всегда бывает что-то впервые. Так. Неплохо. Вот есть вроде у нас какой-то момент. И. Отлично. Голевую отдали снова. На Гомеза. Не помню или нет. На него я вроде не отдавал. На Вальеха. Две голевые отдавал. Ну вот. Очередная наша голевая передача. Четвертая вроде если я не ошибаюсь. Но главное что получилось нам забить. Хорошему сопернику. А кстати да. Ни разу на него походу не давали. Раз он только первый гол забил. Супер. Мунес. Шикарно сейчас прошел. Сантьяго. И в дальний. И в дальний. И это 2-0. Перед самой концовкой мы забиваем еще и сами. Поэтому гол плюс пас у нас очередной гол. Какой уже шестой вроде гол. Но в шестом матче. В каждом матче мы практически забиваем. Не забивали вроде только мы в ворота Хитафи и все. Но так вот в каждом матче действительно мы забиваем. Супер. Очень хорошо здесь прошли. Из-под защитников. Хотя нет. Почему так Бунута тогда сыграл я не понимаю. Не из-под защитников. Момент был возможно за ним. Почему так отыграл я правда вот не понимаю. Ну вот в концовке. Севилья и расслабилась. На 79-й минуте. И на 90-й пропустили. Мы добиваемся очередной победы. Ребята молодцы. Но пока что главное что без проигрышев идем. Это вообще супер. Не теряем очки. Потеряли его только с Хитафи и с Реалом. Две ничьи у нас. Но надеюсь что больше вот такого у нас не будет. Ну игрок матча опять я конечно. Вот здесь мне кстати все таки получилось на своей этой позиции отыграть. Вот этот мячик находится там. Я не знаю то ли это лучший игрок матча. Тогда туда именно идет на эту позицию. То ли я не знаю почему. Правда не знаю. А это я наверное вот так когда смотрю. Да теперь я понял. Что это за мячик. Я думаю это если ты хорошо на своей позиции играешь. Но вот так если так посмотреть. То я очень хорошо отыграл на позиции левого цопника. Вот очень много времени в центре поля я проводил. Так мы получили уже 16 уровень. Выполнили задание с рейтингом. Ни одного навеса мы не сделали. И владение мячом тоже не сделали. Но сейчас будем надеюсь. Грамотно прокачиваться. Чтобы был у нас 78 уже рейтинг. А я в принципе то я не знаю. Что мне дальше то здесь качать. Честно. Дальние удары. Вот силу удара я бы все таки покачал. Почему бы и нет. Так ну а тут я не знаю даже что еще. Стоит прокачать пенальти. Давайте. Ну и все. Так. Какой он 77 так наверное и останется. Да потому что не сильно мы там что то прям себе вкачали. Так. Но если посмотреть на таблицу. После 6 туров мы можно сказать делим первую. А нет не делим. Что то я уже все посмотрел. Вторую строчку мы делим с Реалом. С Хитафи. И желаем занять на первую строчку. Если мы обыграем сегодня Атлетик Бильбао. А Вильяриал потеряет очки. То у нас есть шансы забраться повыше. Так что у нас по новостям. Валенсия обыграл соперников. Все про Муниаса пока что молчат. Там никаких предложений по аренде нет. Хотя форма написана у меня отличная. Амплуа. Ротационный я игрок. Вот. Очень даже вот это и обидно. 6 голов. 4 голевые у меня. За 6 матчей. Нормально. Состав на ваших экранах. Валенсия против Атлетика Бильбао. Поехали. Так. Ну показывают нас. Хавер Муниас. 6 голов. Лучший бомбардир на данный момент в чемпионате Испании. Ну вот это вот очень для меня конечно значимое событие. Достижение. Но главное продолжать прогрессировать. Чтобы этот трофей у нас был в конце сезона. Давайте вот этот снова с оценкой выберем. Ну и очередной у нас матч под дождем. И. 1-0. Отлично. Мне отдали конечно голевую. Пред голевая там вроде. Но вот и Закария. Свой первый гол. Если не ошибаюсь. Забил. Да. Первый гол в 7 матчах. Но он все таки опорник. Поэтому. Главное что забил. Ох и все таки Рауль Гарсия сравнивает счет. 35 минута. 1-1. Очень хорошо сейчас распасовались возле нашей штрафной. И какой гол. Какая распасовка. Вы просто посмотрите. Забиваем. Очередной гол за Валенсию. Уже со счета я сбился. Седьмой там вроде. Здесь я ничего не путаю. Шикарный гол. Шикарно здесь в отбор. Вступили и мы. Очень хорошо на этой позиции. Выступили. И в ближний угол. Замечательно пробили. И перед самым. Практически там перерывом. Снова мы вышли вперед. Ушли от подката. Очень хорошо. Передача на Вальехо. Ну и тот аккуратненько на Закарию. Закария кстати дубль сегодня забивает. Очень хороший матч он проводит. И может у нас кстати отобрать награду лучшего игрока матча. Ну и здесь подбор за нами. Можно попробовать там и пробить. На дальнюю какой навес и это голевая. Ману Вальехо забивает уже если не ошибаюсь третий гол. И третий с моей голевой передачи. На дальнюю аккуратненько навесили. Но у нас получается гол плюс пас за сегодня. На Закарию мы вроде не отдавали. Но вот Вальехо точно этим пасом нашли. И все финальный звездок. Разгромная победа Валенсии над Атлетиком Бильбао. 4-1. Гол плюс голевая. Да так и есть гол плюс голевая. Но все таки Закария получает звание игрока матча. У него все таки дубль. Вот и он оценку 10-0 получил. Так, ну мы кстати по матчу выполнили абсолютно все. У нас и оценка дополнительная должна была быть 9-0. Три удара по воротам нанесли. И командное владение 64%. Так, ну а кстати после первого тура. Мы, после первого, говорю уже, после седьмого тура. Мы на первом месте. То есть это вообще замечательное завершение ролика. У нас 17 очков. Мы сравняли с Валериалом. Там наверное по забитым и пропущенным мячам. Мы вышли в лидеры. Ну а так все замечательно. Сейчас еще посмотрим кандидатов на звание игрока месяца в сентябре. Буду ли я там или нет. Тоже интересно. Три игрока, кстати, из Валенсии. Закария. Ануачу. Ой, Арзабаль. Из Риал Соседада. И мы. Поэтому будет замечательно, если второй месяц подряд я заберу эту награду. Ну что же, на этом мы заканчиваем сегодняшний выпуск. Все замечательно. Растем. Забиваем. Сейчас давайте посмотрим, сколько у нас забитых 7 мячей в 7 матчах. Шикарная статистика. И по голевым мы тоже здесь вырвались вперед. Обогнали Тони Кросс. У нас 5 голевых в 7 матчах. Вообще супер. Везде лидеры. Еще и... Ну здесь Риал правда обошел. Из-за того, что у них на один матч больше сыграно в турнирной таблице. Поэтому вот как-то так. Ребят, всем спасибо большое за просмотр. Обязательно подписывайтесь на канал. Ставьте лайки. Не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропускать наши новые видеоролики и стримы. Ну с вами был Андрей. И канал Футбол. Это Жид. До новых встреч, друзья. Всем до свидания. Субтитры сделал DimaTorzok